МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы зимой город не замерз, в Камне-Наби решено создать новый МУП. Об этом сегодня шла речь на заседании депутатов городского совета. Наш корреспондент Анастасия Дороган побывала в городе, где старт отопительного сезона пока под вопросом. За полмесяца до срока готовности к зиме в Камне-Наби неизвестно, какое муниципальное предприятие будет отапливать город. То, что существует сейчас, имеет долги в два десятка миллионов, и оно практически банкрот. Сегодня на сессии Виктор Попов, председатель комитета ЖКХ Каменского района, заявил о создании нового МУП, как он заявил с новым предприятием. Напомним, местные депутаты на протяжении года отказываются повышать тарифы на тепло. Они уверены, что одним их увеличением проблему не решить. Нерешенным остается вопрос с углем. Пока его в Камне просто нет. Сейчас идут переговоры с Кузбасс-уголь с бытом на поставку 13 тысяч тонн, для того, чтобы начать отопительный сезон. А накануне местная администрация подписала соглашение о поставке новых котлов, оборудования на сумму 9 миллионов рублей. Подробнее о ситуации в Камне-Наби, куда, напомним, была направлена комиссия правительства региона, чтобы исключить срыв отопительного сезона, расскажем в ближайших выпусках. Форум общественных наблюдателей прошел сегодня в Краевой столице. Участие в нем приняли более 300 человек. Именно они будут следить за порядком на досрочных выборах губернатора Алтайского края. Это второй по счету форум. Первый прошел в марте прошлого года, накануне президентских выборов. Напомним, тогда на избирательных участках работало около 2000 общественных наблюдателей, молодежь, активисты и даже ветераны. Впервые такая практика будет применена и на региональных выборах 9 сентября. И буквально накануне депутаты на очередную сессию КЗС одобрили законопроект о наблюдателях от общественной палаты Края. И уже сегодня представители Края избиркома и общественной палаты встретились, чтобы обсудить все детали работы. Сейчас идет формирование корпуса общественных наблюдателей. Мы планируем, что мы все избирательные участки, так же, как и на президентских выборах, закроем. И на каждом участке обязательно будет общественный наблюдатель от общественной палаты Алтайского края. Ну, кстати, общественным наблюдателем может стать каждый. На многих избирательных участках 9 сентября будут работать веб-камеры. А это значит, что любой желающий, зарегистрировавшись на портале «Наш выбор 2018» может следить за ходом голосования, не выходя из дома. Дворец зрелища спорта откроется в начале сентября. Такая информация сегодня появилась в СМИ. Напомним, главная рядовая площадка региона была опечатана из-за многочисленных нарушений норм противопожарной безопасности. Удалось ли привести дворец в соответствие с требованиями, расскажет Валентина Аскерова. Переступать порог дворца нельзя уже почти месяц. Нарушителю штраф 50 тысяч рублей. Все потому, что здесь небезопасно. Десятилетиями никто даже не задумывался, что поход на любимый концерт или каток может обернуться трагедией. Весной прокурорская проверка выявила в здании массу нарушений. Закрытые выходы, загроможденные пути эвакуации, деревянный потолок. В июле на суде руководство дворца заявило, что все исправлено. Но сотрудники МЧС сочли, что устранено лишь одно нарушение из 16-ти. В итоге 8 августа по решению железнодорожного суда здание опечатали. Сотрудникам и арендаторам пришлось экстренно выносить вещи. Ждем, что скажут, опечатывают все двери, нас, наверное, попросят на выход всех. Все, что дальше будет, неизвестно. По словам руководства, после закрытия в здании в ежедневном режиме шли работы по ликвидации нарушений. Были освобождены выходы и полностью отлажена противопожарная система. Единственное, что не заменили, это потолок, к которому изначально были претензии надзорных органов. Там есть элементы деревянные. Они все пропитаны специальными растворами. То есть, они проверялись, они не горят. МЧС говорит, что по новым требованиям, по новым СНИПам их быть не должно. Чтобы их убрать, нужно проводить полную реконструкцию. Мы настаиваем на том, что потолок не представляет никакой угрозы. Представляет ли потолок опасность, должна определить независимая экспертиза, которую провели во дворце неделю назад. Изначально планировалось, что главный спортивный дворец города откроется в начале сентября. Но до сих пор не пришли результаты независимой экспертизы системы пожарной безопасности. А это значит, что дата открытия до сих пор в подвешенном состоянии. Результаты проверки придутся дня на день, заверяет руководство. Затем состоится суд, где примут соответствующее решение. В железнодорожном суде напояснили, что дата заседания пока не назначена. А это значит, что в начале сентября дворец точно не откроется. Само же руководство нам пояснило, что это все формальности. В здании, построенном больше полувека назад, всегда было безопасно. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Между тем, воспитанники школы Алексея Черепанова будут заниматься в прежнем помещении. Об этом заявил председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексей Каретников. Напомним, родители и тренеры опасались, что административное здание, где расположены раздевалки и хранится вся амуниция, пойдет под сносы, а десятки мальчишек останутся на улице. На месте здания якобы планировали начать строительство школы. Об этом нашему корреспонденту рассказал тренер после разговора с городскими чиновниками. Мне сказали прямым текстом, ищи место для работы, то есть ищи коробку, где ты будешь заниматься с детьми. То есть с 1 сентября ты здесь даже не имеешь права находиться. Но городские чиновники опровергли информацию, заявив, что воспитанники останутся на прежнем месте. С 1 сентября юные спортсмены по-прежнему могут пользоваться хоккейной коробкой и подсобным помещением. Это только разговоры. На сегодняшний день официальная информация. Школа готова к сезону спортивному. Она принята надзорными органами, принята комиссией. И хоккейный объект также будет работать в этом сезоне. Детей никто никуда не собирается выселять, переселять. Поэтому те дети, которые занимались на данном объекте, они будут в эту зиму там же и заниматься. Продолжим. Место рождения Василия Шукшина, село Сростки. Этой зимой будет согревать умная котельная. Новое оборудование установили взамен старого. Предыдущий тепловой пункт, чей возраст датируется серединой прошлого века, работал на любом материале, лишь бы горел. Отсюда едва теплые батареи и загрязнение экологии села. За тепловой перезагрузкой наблюдал Кирилл Политов. Должен работать вот так. То есть выше 105 градусов он у нас не должен согреваться. Пока специалист отдыхает дома, за него работать техника этой умной котельной можно и даже нужно управлять с помощью мобильного телефона. В приложении отражены все основные параметры. До этого штат сотрудников насчитывал несколько человек, теперь в одиночку. Тут же находится система химводоподготовки, которая очищает воду и соответственно в теплосеть подается уже горячая, чистая, умягченная вода. Предыдущая старая, вот она возведена рядом по соседству, с загрузкой не справлялась. За полвека здесь не только физически, но и морально устарело оборудование. От постоянных сбоев оставались холодными батареи в селе. Так в местном музее имени знаменитого земляка сотрудники не снимали верхние одежды. Точно такие же жалобы поступали от посетителей. Топили не только углем, но и шелухой подсолнечной, и все, что только было можно, топилками. И мы как-то вот эту зиму просто выживали. После запуска нового теплового пункта сроски станут ниже. Трубу устаревшие срежут, иначе грозит обрушением. Само здание обещают оставить. Ломать ведь не строить, говорят чиновники. Сооружение уже присмотрел для себя один из предпринимателей. Возможно, откроет гараж. Все работы выполняются в плановом порядке у нас. И наша задача строить не только газовые котельные, но и распределительные сети. Поэтому всего у нас 35 объектов сегодня в строительстве. Вот по этим трубам, длина которых больше полутора километров, чуть позже пойдет горячая вода. Сейчас идет монтаж. Обещают уложиться до 20 сентября. Подведут ко всем социальным объектам и нескольким домам по пути. Перспектива дальнейших газифицированных села тоже определена. В настоящее время разрабатывается проект, выделены тоже средства бюджета краевого, около 5 миллионов. И разрабатывается проектная документация по подключению или подводу газа практически по 18 улицам села до 700 домовладений. Такой перезапуск в отдельно взятом селе обошелся бюджету края почти в 34 миллиона рублей. Трубы, по которым этой осенью побежит горячая вода, созданы из специальных материалов. Они не подвержены коррозии, готовы прослужить десятки лет до следующей тепловой революции. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Завтра, 1 сентября, все школы края, а их у нас 1114, готовы открыть двери для учащихся. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности замминистра образования и науки края Евгений Кайгородов. Всего за парты сядут более 266 тысяч детей. Это на 6 тысяч больше, чем год назад. Несмотря на то, что учебный год начинается уже завтра, в крае есть школы, где продолжается ремонт. Причины разные. Например, в некоторых летом сдавали ЕГЭ, поэтому работы начались позже и завершить их просто не успели. Такие школы допущены к учебному процессу частично. Там продолжат ремонт с условием, что помещения не будут задействованы для обучения. Но подобных в крае единицы, подчеркнул Евгений Кайгородов. А вот сотрудники автоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дорогах края. В ГИБДД отмечают, что именно в начале учебного года растет количество ДТП со школьниками. Они слишком беспечны после каникул. Только за прошлый год в крае под колеса автомобиля попали более 50 школьников. Особой опасности подберегаются первоклассники, которые привыкли, что раньше их везде сопровождали родители. Теперь переходить дорогу приходится самостоятельно. Кстати, в начале сентября сотрудники ГИБДД по Барнаулу проведут встречи в школах и детских садах, чтобы напомнить о правилах дорожного движения. Для дальнейшего развития туристического кластера Барнаула необходима помощь бизнеса. По словам городских чиновников, сейчас все силы планируют направить на благоустройство исторической части краевой столицы. Как благодаря предпринимателям уже преобразился один из уголков краевой столицы в нашем видеосюжете. Долгое время эту территорию прятали за забором. Здесь были заброшенные строения, куча бетонных плит и горы мусора. Стихийные свалки в исторической части города пришел конец. Сюда завезли более 10 камазов плодородной земли, засеяли травой, высадили кустарники. Также произведена посадка трех рябин, но работа по лагоустройству будет еще продолжаться, так как на осень уже запланирована посадка здесь с порядка 10 деревьев. С инициативой помочь выступили представители бизнеса, одна из городских сетей быстрого питания. Пока только деньгами, но в будущем намерены поставить здесь скамейки и заасфальтировать дорожки. Данный проект нашей компании обошелся всего в 100 тысяч, но огромная польза от него для города не соизмерима с этой суммой, потому что просто туристический кластер может расти, развиваться. Также безвозмездно благодаря бизнесменам появились эти скульптуры. Их установили летом у лестницы, ведущей в Нагорный парк. А будущей осенью, опять же, по предложению предпринимателей, здесь высадят аллеи взамен аварийных деревьев. Если будет какое-то такое экстравагантное предложение, мы, конечно же, согласуем с жителями города и создадим ту зону, которая пожелает сделать бизнес. Кстати, городские чиновники надеются, что инициатива одних окажется хорошим примером для других. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. В ближайшее воскресенье, а уже в шестой раз, в Барнауле пройдет ежегодный твидовый ретро-велопробег. Его суть в том, что участники передвигаются на велосипедах в костюмах эпохи Англии 20 века. Кстати, в этом году леди и джентльмены впервые проедут по главному городскому проспекту – Ленинскому. Мы рассчитываем, что наконец-то мы проедем по центральным улицам нашего города. Мы будем ехать по проспекту Ленина с остановкой технического университета, где у нас будет фотографирование. Многие нас увидят, смогут присоединиться к этому проекту. Он набирает обороты. Это совершенно замечательно. Барнаул стал первым городом в Сибири, где вслед за Санкт-Петербургом начали проводить такие костюмированные велопробеги. Для участия не потребуется никаких финансовых положений, лишь соответствующий внешний облик. Старт назначен на 13 часов в сбору Музея литературы, искусства и культуры. В этом году у нас есть очень необычный, неожиданный партнер. Это замечательный большой пудель Злата, который будет фотографироваться со всеми участниками. Мы прямо не ожидали такого чудесного партнера. Я думаю, что она украсит достойным образом наше мероприятие. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае значительно похолодает. При этом почти повсеместно будут идти дожди. В Рыбцовске и Змейногорске до 11 тепла. 16 в Бийске, в Белокурихе – 18. В Барнауле дождь, ветер южный, временами порывистый. Ночью до 10 градусов, днем до 15 выше ноля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.